Ребята, всем привет! У меня сегодня такое новогоднее настроение, а у вас? И поэтому сегодня я решила снять новогоднее видео. Вкусняшки к Новому году! Если у вас не новогоднее настроение, я надеюсь, мое видео обязательно поднимет вам его. Но прежде чем мы начнем готовить, если ты впервые на моем канале, то обязательно подпишись прямо сейчас и не забудь нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое и интересное видео. Ну а теперь давайте быстрее будем готовить вкусняшки. Я так люблю вкусненько! Капкейки это нежное и сладкое пирожное. Они украсит любой праздник. И именно сегодня я решила приготовить капкейки. Нам понадобится миска, масло сливочное 80 грамм, молоко 50 миллилитров, 2 яйца, 100 грамм сахара, разрыхлитель 1 чайная ложка, мука 150 грамм. Для украшения понадобится сахарная глазурь зеленого цвета и разноцветная посыпка. В первую очередь в миске смешиваем размягченное сливочное масло и сахар. Лучше это сделать при помощи миксера или блендера. В готовую пышную смесь вбиваем 2 яйца и взбиваем с помощью блендера. В отдельной емкости смешиваем муку. Заранее не забудьте ее просеять. Смешиваем с 1 чайной ложкой разрыхлителя. И добавляем щепотку соли. Все равномерно перемешиваем. Теперь половину сухой смеси высыпаем в яичную. Здесь не только яичную, здесь еще, конечно, и сливочное масло добавлено. И хорошо взбиваем с помощью блендера или миксера. Теперь выливаем 50 мл молока и высыпаем оставшуюся сухую смесь. Хорошо все взбиваем блендером. Итак, тесто для капкейков готово. Теперь выкладываем в тесто формочки. У меня специальные формочки есть. Вот такая вот металлическая форма и вот такие вот бумажные. Формочки для капкейков я покупала в Икее. Для одного капкейка понадобилось примерно 2 столовые ложки теста. Очень важно, не заполняйте формочку сполна. Тесто должно быть чуть-чуть меньше половины. Ведь оно будет подниматься. Отправляем капкейки в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Минут на 15-20. Капкейки готовы. Теперь нужно их достать и подождать несколько минут, чтобы капкейки остыли. Ведь нам нужно их еще красиво украсить. Теперь пришло время украшать капкейки. Я уже заранее растопила глазурь. И посыпаем посыпкой. Глазурь очень вкусная, со вкусом яблока. Глазурью работайте как можно быстрее, потому что она очень быстро сохнет. И посыпку также нужно наносить быстро. На этот капкейк я выбрала вот такие вот разноцветные съедобные бусинки. ПОДПИСМЕНТЫ Для следующего десерта нам понадобится капучино. мы его уже заранее приготовили, маршмеллоу, у меня фигурное маршмеллоу в виде елочек и мишек. Кстати, кто не видел видео, где я готовила новогодний сладкий подарок, переходите по ссылочке в описании. И для нашего десерта понадобится 4 палочки. На первую шпажку я одену елочку. Вы не представляете, какое вкусное суфле в виде елочки. И опускаем палочку в капучино. И одеваем вторую елочку. Точно так же делаем с мишками. У меня мишки со вкусом манго и яблоко. Я их буду чередовать. Вкусный сладкий капучино. Вы можете заедать нежным маршмеллоу. А третью шпажку я решила чередовать мишку и елочка. Суфле настолько нежно и очень хорошо сочетается с капучино. Наш десерт готов. Приятного аппетита! Новогодние десерты готовы. Капкейки получились очень нежные. Вот такие вот новогодние десерты я сегодня приготовила. Не знаю, как вам, но мне эти десерты очень поднимают новогоднее настроение. Если вам понравилось мое видео, не забудьте поддержать меня лайками. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок